привет друзья сегодня вам расскажу о нюансах укоренения черенков и земли я использую грунт олвуфлор мне очень нравится этот грунт это харьковское производство но единственный нюанс у него такой неприятный он в начале использования плохо впитывает воду то есть поверхность земли очень мокрая а внутри стаканчика грунт сухой то есть я хорошо грунт проливаю водой даю ему просохнуть несколько дней в зависимости от температуры в помещении быстрее или медленнее высыхает и грунт должен быть умеренно влажным то есть не мокрым чтобы черенок не сгнил и не сухим чтобы он не испытывал недостатка влаги стаканчик я беру обязательно одноразовые чтобы не было источника гнили в нем делают дренажное отверстие кладу пенопласт ну и собственно это землю кладу и проливаю водой даю высохнуть несколько дней если черенки у меня какие-то склонные гнили есть такие у меня гибискусы и некоторые сорта фикусов очень склонны к этому неприятному моменту то проливаю розовым раствором марганцовки грунт потом беру шпажку такую по центру стаканчика делаю отверстие для черенка чтобы легче было его туда вставлять и готовлю черенки сегодня укореняю гибискусы нарезаю секатором секатор обязательно протертый спиртом и после каждой обрезки обязательно протираю снова спиртом листья укорачиваю большие в половину чтобы уменьшить площадь испарения получается вот эту вот почечку так вот оставляю беру препарат клонекс мне он больше всего нравится раньше пользовалась корневином но корневин не дает порой такого эффекта хорошего как тот же клонекс некоторые сорта фикусов и гибискуса у меня укореняются только с помощью препарата клонекс клонекс отливаю взбалтываю хорошо и отливаю в отдельные тару чтобы не загрязнять препарат и череночек окуная он гелеобразный вот этот препарат окунаю череночек где-то 1-2 сантиметра хорошо в этот препарат и даю полежать черенку где-то полчаса они меня уже эти черенки подготовлены в препарате я их уже окунала и они полежали время кстати хочу еще сказать по такому поводу черенки тех же фикусов когда вы срезать обязательно под теплой водичкой смывайте млечный сок потому что если не срезать то есть не смыть сок то он закупоривает сосуды черенка и можно корни не дождаться тоже хорошо так смыть сок это же окунуть в препараты и подержать где-то полчаса череночек так после того как эти все выполнены действия помещаем череночек субстрат и вот так вот вокруг стволика пальцем хорошо очень обминаем хорошо плотно прилегала к черенку вот и теперь его ставим в тепличку тепличку я буду каждый день проветривать по несколько минут обязательно чтобы не было плесени как я буду увлажнять увлажняю я только с пульверизатора чтобы не залить черенок и первое время я обязательно добавляю воду корневин препарат то есть на 250 миллилитров воды где-то две-три капли препарата у меня и смотрю по общему состоянию иногда бывает требуется чтобы череночки себя хорошо чувствовали я еще бывает обрабатываю пином препаратом крону опрыскиваю крону где-то также на 250 миллилитров две-три капли есть такой еще тоже важный нюанс смотрите черенки иногда бывают такую подло сделают вегетативный прирост дают то есть зеленая масса растет и мы думаем что он укоренился резко открываем тепличку достаем его оттуда и то есть в скором времени черенок погибает и не можем понять причину почему оказывается этим чудят очень многие растения дают вегетативный прирост а корней нету так что вы обязательно смотрите стенки стаканчиков чтобы были корни и тоже еще один момент даже если есть корни хорошая корневая в она у вас еще это растение стоит в тепличке вы обязательно сначала тепличку когда проветривать увеличивайте количество времени каждый день добавляйте по несколько минут а потом снимайте просто резко снимать тепличку тоже нельзя с бухенвиллями не была такая история тоже что и корни были вегетативный прирост хороший резко сняла тепличку все начали погибать опять в тепличку и выхаживать то есть никогда не снимайте резко тепличку только постепенно увеличивайте время приучайте жизни вне теплицы вот что получилось и потом я накрою под целлофановым пакетом сверху пакете я верхней части отверстия делаю и завязываю пакет вокруг кашпо кстати кого интересует кашпо я делаю на заказ на 3d принтере у меня очень много интересных моделек заходите в инстаграм мой инстаграм описание оставлю и можете посмотреть все друзья удачных вам укоренений друзья видео я оговорилась при увлажнении дальнейшем земли я использую препарат не корневин а циркон 250 миллилитров воды две-три капли препарата циркон это стрессовый адаптоген он хорошо тургор черенкам возвращает и общее состояние значительно улучшает и корнеобразованию способствует поэтому при каждом поливе опрыскивание из пульверизатора я всегда добавляю циркон пока не увижу положительную динамику в развитии черенков еще такой момент не рассказала кто использует препарат корневин будьте с ним предельно аккуратны он при передозировке вызывает обратный эффект вместо быстрого корнеобразования наоборот случается так что у черенка очень длительное время можно не дождаться корней вплоть до того что он даже погибает то есть когда срезайте черенок сначала увлажняйте срез а потом кайте в препарат корневина аккуратненько потом корневин лишний убираете слой препарата должен быть небольшим